ПЛЕМЯ НЕЗНАКОМОЕ Владислав Александрович, это наш замечательный звукорежиссер, кудесник и творец, и он меня спрашивает как-то, Сергей Валерьевич, мы как-то навы с ним, да, и он мне говорит, слушайте, ну что вот Николай Николаевич-то вот все время рассказывает про своего предка, про папуасов, но ведь он сам выдающийся исследователь и ученый, и как-то скромничает, и сам ведь делает открытие во время путешествий в Попуа-Новую Гвинею, а мы как-то все это обходим стороной, неприлично получается, некрасиво. Николай Николаевич, мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость сегодня какая-то, да. Ну, спасибо вам на этом, я вам должен сказать, что, конечно, интерес к современным экспедициям большой, мы за последние 7 лет провели 5 таких серьезных достаточно экспедиций в Попу-Новую Гвинею, с учетом еще ковида, который ограничил наше передвижение, и действительно в ходе этих экспедиций мало того, что возродили отечественные исследования в океане, сделали немало открытий, наладили еще и отношения с нашими странами, визовый режим, открыли возможность узнать о Миклуха Маклае, что думают наши папуасы, сделать документальные фильмы, много разных открытий, и это правда. Но это не только мои усилия, а, конечно же, всей команды и ученых, которые этим увлечены, и, конечно, тому интересу наших и радиослушателей, и людей, и россиян, и папуановых гвинейцев. Ну, я могу вам рассказать о нескольких из них. Николай Николаевич, давайте начнем с важного, существенного для, так сказать, вот наших замечательных слушателей, которые, многие из них, являются путешественниками. Как там вы разрулили историю с визовым режимом? Расскажите, пожалуйста. Ну, смотрите, дело в том, что у нас же дипломатические отношения налажены были с 1976 года, и Советский Союз один из первых принял и поздравил с независимостью папуановых гвинейцев, которая в 1975 году получила независимость от, на тот момент, влияния Австралии. А, как вы помните, до этого она была колонией Германии. И дело в том, что, несмотря на хорошие дипломатические отношения, активности не было после того, как у нас был коллапс с Советским Союзом, и, соответственно, достаточно океанейские страны были забыты немножко, без-за того, что и удаленности, и не было сильных контактов. Наше посольство было закрыто, и в связи с этим людей, скажем так, на земле, их не было, ну, наших дипломатов. Представители, соответственно, дипломатического корпуса в Индонезии, они представляли как раз и папуановых гвиней тоже. И вот Людмила Георгиевна Воробьева, посол, с кем мы активно сотрудничали в тот период времени, на саммите АТЭС в 2018 году возник вопрос, как, кстати говоря, он проходил именно в папуановых гвиней, возник вопрос по поводу того, что добраться-то до папуановых гвиней, ну, можно, а вот как-то туда въехать россиянам, это проблема. И на примере как раз вот экспедиции, которая была в 2017 году, когда нашим ученым, мне удалось получить визы каким-то непонятным, кривым путем, по-другому не сказать, благодаря связям, там, чуть ли не с первыми лицами государства, ну, не чуть ли, а так и есть, да, соответственно, премьер-министр, да, то мы поняли, что это как-то достаточно сложно будет каждому, ну, вот вы захотите поехать, не будете же вы звонить премьеру, да, папуановых гвиней, нет, нет, я позвоню вам, Николай Николаевич, естественно. Да, вот, ну, у вас есть прямой телефон, но не у всех он есть, поэтому, хотя можно обратиться в фонд Миклуха Маклая, найти он открытых источников, получить визу. Вы знаете, дело в том, что, действительно, вот много мы знали у папуановых гвиней, из дневников Миклуха Маклая, но до 2017, до 2018, 2019 даже года, когда был визовый режим открыт, доступ напрямую в папуановых гвиней для россиян был, скажем так, закрыт, то есть можно было через другие страны въехать, то есть фактически, когда первая экспедиция наша отправилась, действительно, ну, россиян было достаточно мало там, и они были в основном, как бы, приезжали через другие страны или же, соответственно, просто из Советского Союза, но не с российским паспортом, поэтому, ну, мы согласовали, дело в том, что Миклуха Маклая, когда выступал за защиту папуасов, он говорил, что я, как не только русский, но и как тамо-боро, высочайший представитель папуасов, хотел бы защитить берег от колонизации Англии и Германии, и поэтому здесь, я напомнил об этом и премьер-министр во время разговора папуановых гвиней, и совместно с миграционной службой посольством нашим мы активизировали их деятельность, так что теперь россияне могут электронно получить ее, зайдя на сайт миграционной службы. Ну, единственный момент, есть нюанс, нужно визовую поддержку, если вдруг ее нету от кого-то, но здесь они могут обратиться в фонд в этом плане, проблем никаких нет, мы просто проинструктируем, как сделать так, чтобы они комфортно доехали, выдадим им письмо, и они поедут в удовольствие посещать уникальную страну. Каков вот на данный момент маршрут, чтобы добраться до Поповного и Гвинеи с вашим рекомендательным письмом, как говорится? Ну, если из Санкт-Петербурга, вот один из маршрутов вот сейчас вот буквально, это Санкт-Петербург-Москва, дальше Шанхай, там 10 часов где-то надо подождать следующего рейса, это, кстати, очень неплохо, потому что можно в этот момент адаптироваться ко времени, потому что там все-таки 8-часовая разница, и отдохнуть перед следующим, а дальше прямой рейс до Порт-Морсби из Шанхая, Порт-Морсби – это столица, и далее, если, например, мы хотим до берега Маклая, то нам еще надо лететь в Мадам, ну, это пару часов, то есть фактически, если из Санкт-Петербурга раз, два, три, четыре самолета, и мы на берегу Маклая. А из Шанхая, да, вот из Шанхая сколько лететь-то, простите, до столицы? Слушайте, не знаю, ну, наверное, часов 10 или больше как-то, вот я в последнем, ну, в среднем где-то около, до самого берега Маклая при таком маршруте около 30 часов, но чуть больше по дням, потому что мы же еще пересадки должны брать, обязательно, когда берем пересадки, нам надо хотя бы 4-5 часов, ни в коем случае ни 2, ни 3, брать в запасе. Да, конечно, конечно, Николай Николаевич, ну, я понял, ну, дня полтора-два, и вы уже на точке, да, получается, примерно. Да, ну, это хотя бы какое-то путешествие, а то, когда летишь там 3 часа, это как в московских пробках, неинтересно вообще. Неинтересно, я абсолютно согласен. Николай Николаевич, давайте как-то к открытиям тогда перейдем. Вот ваши именно экспедиции и ваших товарищей, что вот, давайте, давайте самого такого сенсационного, вот что для вас было самым неожиданным? Несмотря на то, что вы изучали в теории всю эту историю перед тем, как отправиться туда. Да, конечно, мы готовились, и вообще, чтобы делать какие-то открытия, нужно знать, что открыто было. Я, кстати, пользуюсь случаем, хотел бы все-таки сказать, что мы вот и не только благодаря вашим рекомендациям, а благодаря еще большому количеству учащихся, с которыми мы в том году проводили проект, мы открыли проект, где можно посмотреть более подробно. Это называется «Российские исследователи океании. Открытие наших дней». И вот в этих открытиях наших дней очень много будет. Мы с вами, конечно, будем вести передачу об этом, но там также есть этот проект. Значит, что меня, в первую очередь, удивило, очень серьезно, и что сподвигло последующим заниматься, это то, что память о Миклуха Маклая жива. И жива она не просто, они знают детально все истории. При этом очень многие в удаленных деревнях не читали дневники Миклуха Маклая, современных публикаций, а именно это устная передача информации о самом Миклуха Маклая. Они складывают о нем интересные легенды. Например, можно обратить внимание, что Миклуха Маклая, например, когда шел в деревню, он свистел, насвистывал, чтобы предупредить о своем визите. А пупасы говорят, вы знаете, когда он хотел есть, он обязательно свистел и шел к нам. И вот таким образом они интерпретируют его дневники. И вот эти легенды мы записали, опубликовали в фильме про Аселя Туя. Это потомка того пупаса. Ведь они не мигрируют, кстати, Градимова из важных моментов. Практически все те же самые родственники, что и были родственники тех пупасов, которыми встречался Миклуха Маклая, они живут в тех же местах. То есть никуда не переезжают. То есть миграция минимальна. Это означает, что в настоящий момент, несмотря на то, что там инфраструктуры активной нет. И далее вот эти вот процессы, которые, ну, сохранение традиции и далее, достаточно очень, ну, сохраняются. Мы можем точно сказать, например, еще по поводу интересного момента. Я там расскажу, вот Миклуха Маклая ни разу не видел никогда о том, как они добывают огонь. Да, он же нормальная абсолютно ситуация, когда люди поддерживают огонь. И тут я прохожу по деревне и вижу, человек идет с угольком таким. Вот знаете, полено, и там уголек тлеет. И я вспоминаю, что у Миклуха Маклая написано, что, говорит, никогда не видел, как добывают огонь. Видел всегда, что они переносят его из деревни в деревню при помощи уголька. Я к этому моему другу Папу Новогвинейцу и говорю, слушайте, а что это такое? Он говорит, ну, иду в другую деревню, говорит, из света, из одной еще и огонь несу. То есть, потрясающая вещь. У меня есть прошло 150 лет, а использование даже вот этих вот элементарных моментов жизненных, которые при переноске огня не при помощи зажигалки, да, при помощи этого уголька, а не сохранены. Николай Николаевич, а вот такой вопрос. Слушайте, вот вы говорите, они сидят на одном и том же месте, и родственники те же самые, да, и соседи, и вот сколько лет-то прошло, 150 с лишним, да, с тех пор, а все, семьи все те же, и как-то они так вот основательно так сидят на том же месте. А скажите просто, а вот им вот как бы не хочется вот путешествовать, потому что вот наших людей спрашиваешь, когда, например, чем хочешь вот заниматься, да, наши люди говорят сразу, хочу путешествовать. Женщины даже считают, что они в путешествиях развиваются. А есть такая история, да, вот когда говоришь о саморазвитии, говоришь, что это такое? Они говорят, а это когда вот путешествуешь, ты так думаешь, да, наверное. Вот. А Пупуас, им что, не хочется вот узнать, что там за морем, например? Вот как бы их это не волнует? Или откуда вот Николай Николаевич к ним приехал, вот совсем не такой, как он, они все вокруг, не похожий, да? Нет у них такой вот тяги, как говорится, к географическим, ну, открытиям это сильно сказано, но хотя бы мир повидать, в Москву слетать. Кстати говоря, кто-нибудь из Пупуасов был в Москве вообще? Вот как вы это оцениваете? Слушайте, ну, вот это абсолютно то, что вы сказали, это, конечно, была мечта Миклуха Маклая, он хотел двух Пупуасов забрать с собой, они убежали, не согласились на корвет сесть, когда он шел обратно на русский корабль. Но мне удалось, значит, и у нас была делегация в 2018 году первых Папуо-Новогвинейцев, которые действительно посетили с целью знакомства в новейшей истории России, с целью знакомства именно с Москвой и Санкт-Петербургом. И вы знаете, это же потрясающе. Вот мы когда гуляли по Красной площади, вот вы сказали, да, про Москву, и там брусчатка, вот один из моих друзей подошел, приложу руку и говорит, здесь же решаются все самые важные вопросы. И вы знаете, ну, я так понимаю, что он даже не договорил в мире в тот момент, но точно имел в виду это по его лицу. Вы знаете, мы путешествовали действительно с ними вот эти вот два дня, это было уникально, и в Санкт-Петербурге даже они сделали полуденные выстрелы, посетили музеи. И вы знаете, с впечатлениями невероятными приехали. Мы сделали фильм, представляете, путешествие папуасов в Россию. Это, конечно, увлекательное путешествие. А что, вот они делились ощущениями, что их больше всего удивило? Ну, они же все-таки, несмотря на консерватизм, да, все равно телевизор с интернетом до них же дошли, и они там видят, что там по соседству в Австралии происходит, да, условно говоря, еще где-то там, они так вот в целом-то информированы, товарищи. А что их вот в России удивило? Вы их кормили чем-нибудь нашим? Конечно, конечно. Борщ, пельмени, супчик грибной, что вы им давали? Огурцы. Абсолютно точно. И пельмени мы их кормили, и они, конечно, были в восторге от холодца, то есть холодец для них это самое вообще. А я вот вспоминаю, ведь они перелетают, перемещаются при помощи самолетов, поездов у них нету, и мы, когда из Санкт-Петербурга в Москву сели в поезд, заходим в вагон, и я понимаю, что они не знают, что делать дальше. Нет, ремня, пристегнуться нечем, да? Держаться. Что делать-то вот здесь вот? Мы зашли, и что дальше? И тут еще начали белье приносить, что, мол, спать здесь, ночевать уже можно как бы. А так вы ночным поездом поехали? Да, поехали ночным, поехали ночным, не сапсаном. И, конечно, это впечатления были потрясающие у них, но я вам должен сказать, какое впечатление было от Исаакиевского собора. Когда мы первый раз пришли, мы же забрались еще и на самый верх посмотреть Санкт-Петербург. Вот по их глазам, они говорят, вы знаете, говорят, но мы даже не могли представить во сне, что церковь может быть такой. У нас это просто настил сверху, просто стоит на сваях, и мы пришли, спели песни, помолились, но мы никогда не могли представить, что это так. То есть абсолютно невероятно восхищает, конечно, и гордость есть за то, что, конечно же, Россия имеет многовековую историю, и это действительно пример для многих культур, как и чего можно достигнуть при помощи того, чтобы, соответственно, использовать новые технологии, которые тогда использовались, да, Бетанкуром и Монферраном для постройки из того же самого Исаакиевского собора. Ну, и мы посетили очень много мест. Я вам должен сказать, что сейчас мы поддерживаем с ними контакты. Папуасская пресса написала о том, что наши граждане ездили к Микруха Маклаю, да, как к человеку с Луны, посмотреть, да, действительно ли белый цвет кожи у него из-за того, что он с Луны. Вот так они пошутили над тем, что папуассы думали о нем 150 лет назад, потому что его же принимали за белокожего по той причине, что он с Луны. Вот. И это было интересно. Я вам должен сказать, что, конечно же, сейчас, если говорить об открытиях, а не о поездках таких, то в последнее время появился активный интернет. И вот в том году я проводил исследования, посетил удаленные деревни для того, чтобы узнать, насколько это влияние есть и на что происходит. Дело в том, что интернет есть, а вот компьютеров нет. И поэтому пришлось им привезти некоторое количество компьютеров. Да, все никак не складывается. Но дело в том, что самое интересное, что, когда я спросил, а какой вам, что вам надо в этом интернете, что вы будете делать в конце концов? Куда использовать-то? Я не знаю, как у вас. Вот, я помню интернет, когда я первый раз подключил, мы сели с другом, я увидел компьютер, и мне говорят, ну, теперь смотри, что тебе хочется. А я не знаю, а что мне должно хотеться? Я не знал, как что это. Это, кстати, опровергает идиотскую формулу. Спрос рождает предложение. Потому что человек не знает, что он хочет, если он не знает, что можно хотеть. Так вот, папуасы мои, они знают, в отличие от меня. Так, что им там надо? Вы знаете, они говорят, а мы хотим посмотреть работу. Я говорю, интересно, а зачем вам работу? У вас же все тут есть и далее, в конце концов. А вы знаете, это единственная возможность, чтобы нас отпустили из деревни, потому что мы деньги будем зарабатывать. И мы благодаря этому посмотрим мир. Поэтому вот такой у них способ путешествовать. Хотят они, конечно, путешествовать и видеть мир. Я понимаю, да. Николай Николаевич, ну, продолжим. Продолжим в следующий раз. Николай Николаевич Миклух Маклай, основатель и директор фонда имени Миклух Маклай. Мне кажется, пора снимать фильм «Приключения папуасов в России». Отличное название. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова